Добрый день, дорогие друзья! Пока творческий коллектив «Тактик Медиа» занимался текущими делами, наш подшефный блогер Владимир Потапов в лучших, так сказать, традициях внезапно и без объявлений решил устроить маленькую информационную войну. Приветствую вас на канале SkyArtist и сегодня важные новости из переднего края информационной войны. Как в свое время говорил Карл фон Клаузовиц, военное дело просто и вполне доступно здравому ему человеку. Но воевать сложно. Владимир, хотя и военный в прошлом, воюет, прямо скажем, не слишком умело. И в нашем сегодняшнем обучающем видео мы разберем очередную порцию ошибок, допущенных Владимиром. Во-первых, мы уже неоднократно говорили Владимир, что нужно уже, наконец, отвечать за свои слова самому, а не перевалить постоянно ответственность на других. Если вы пользуетеся чужими работами, то не нужно выдавать их за результат своих исследований, равно как и собственные домыслы прятать за чужими работами. Безусловно, можно ссылаться в качестве подтверждения своих слов на что угодно, хоть на детские рисунки. Достоверность привлекаемых источников в данном случае – вопрос второй. Но сказанное вами – это именно сказанное вами. Ваши слова и ваша точка зрения, если особо не оговоренно обратно. Вот, например, ролик о том, как тактик меди несправедливо обижает Владимира за его невинные замечания. Наш герой жалуется, что несправедливо приписал ему версию о том, что Сидоренко взбил Юнга. Мы заранее просим прощения за длинные цитаты, но, учитывая склонность Владимира постоянно перезаливать или подчищать задним числом свои ролики, мы вынуждены это делать. Поймите правильно, я сейчас не топлю за ту версию, которую я озвучил. Я пытаюсь показать вам, чего стоят слова господина Киселева. Вот эта статья с той же самой версией вышла в 2015 году. Книга Зефирова о Солюфтваффе в 2002. А что же у нас Владимир говорил ранее? Он говорил, что лично решил разобраться с тем, кто же сбил Юнга. И разобрался. Как мы с вами увидели, 30 июля, в день проведения боя, сбитые Василию Кузьмичу не зачли. Бой произошел за линией фронта, и у него не было свидетелей с нашей стороны. Сам он пишет лишь о том, что вел огонь и честно признался, что не видел падения самолета. Вывод о победе сделал за него начальник штаба на основе данных, полученных от разведки и СМЕРШ. В конце концов, не сам же Юнг себя сбил. А где же тут упоминания Зефирова или статьи 2015 года? Есть слова Владимира, что мы что-то там выяснили в первой части, которую Владимир благополучно снес. Есть фрагмент на вспоминания самого Сидоренкова, есть домысл самого Владимира. О чем я, собственно, и сказал. Ну, подождите, возможно, скажете вы. Потапа уже просто зачитывает вспоминания самого Сидоренкова. Да, зачитывает. Но только Сидоренков нигде не говорит, что описывает события 30 июля 43 года. Мы уже даже не обращаем внимания, что я в том ролике не приводил никакой своей версии, которая якобы противостоит версии Сидоренкова, а просто показал ЖБД полка. К методам работы Владимира мы уже привыкли и даже не обижаемся. Но, Владимир, вам не кажется, что ссылаться на статью 9-летнего мальчика в попытках откреститься от собственных умозаключений – это перебор даже для вас? Или вы сами не читали то, на что ссылаетесь? И тут мы переходим ко вторых. Это очень важно, Владимир. Запомните это и, пожалуйста, передайте своим будущим гостям. Прежде чем давать ссылки на статьи или еще на что-то, хорошо бы читать те самые статьи, которые вы рекомендуете. Потому как в обратном случае натуральный конфуз получается, даже если отсылки идут не к детским работам. Поясню, о чем речь. Главным оружием Владимира в развязанном им информационной войнушке стал некий секретный историк, выступающий под именем Андрея Николаевича. В общем-то, эту несуразную секретность не поняли даже некоторые зрители Владимира. Но действительно, а как узнать, кто это вообще? Откуда уверенность, что его сфера интересов является Вторая мировая война? А, допустим, нехлопководство Узбекистана XIX века. Где почитать статьи или послушать лекции? Каким образом оценить квалификацию, короче говоря? Ну да ладно, мало ли какие странности у людей бывают. Но предлогов усомниться в своей квалификации, несмотря на продекларированное академическое образование, сам Андрей Николаевич за время своего непродолжительного выступления дал более чем достаточно. Вот, например, он разносит в пух и прах миф о том, что большинство немецких самолетов было сбито на Западе, приводя табличку наличия немецкой истребительной авиации на Западном и Восточных фронтах на июнь 1944 года. Возможно, спросите, почему на июнь 1944? Почему именно истребители? Я не знаю. Это выбор Андрея Николаевича. Не буду скрывать, что у меня лично возникает неприятное подозрение, что ариститорик все свои представления о предмете, собственно говоря, и черпает из этой самой упомянутой книжки недобитых немецких генералов. Ну так вот, порисовав в таблицу какие-то кружочки, Андрей Николаевич авторитетно сообщает нам. Совершенно очевидно из этих всех таблиц, что основная мощь Люфтваффе была перемолота именно на Восточном фронте. Однако внимательный зритель тут же удивится и скажет. Ну, уважаемый Андрей Николаевич, а как же это вот такой замечательный вывод смогли сделать из таблички, по которой четко видно, что на Восточном фронте находится около половины фронтовых истребителей. А про ПВО Германии, состав которой делал соотношение истребителей просто убийственным для его аргументации, Андрей Николаевич скромно промолчал. Я так понимаю, это потому, что было бы очень тяжело и внятно объяснить, каким образом из таблицы, где русским языком написано, что на начало июня 1944 года из 2400 истребителей Люфтваффе на Востоке было только 550, можно сделать озвученный выше вывод. В ходе своего увлекательного рассказа Андрей Николаевич также подал нам пример настоящей правильной работы с данными. Таким образом, сводки генерал-квартирмейстера, которые говорят нам о ежедневных потерях и о ежемесячных передвижениях самолетного состава, могут быть использованы для реконструкции отсутствующих у нас источников первого рода. Ну, как это делается, возможно, будет видно из статьи, которую, я надеюсь, Владимир прикрепит здесь. Владимир нам надо дать ему должное. Прикрепил. По ссылке мы оплатаем на статью действительно серьезного исследователя Андрея Михайлова. И что же пишет Андрей Михайлов в статье? А вот что. Тем не менее, сами составители перечня их потерь генерал-квартирмейстера Люфтваффе в целях учета использовали уровень повреждений в 60% в качестве условной границы между уничтоженными и поврежденным самолетом. Мы будем придерживаться того же правила. Во всех следующих далее таблицах и диаграммах под термином «уничтоженный» понимается самолет, уровень повреждений которого лежит в диапазоне от 100 до 60%, а под термином «поврежденный» самолет – уровень повреждений которого лежит в диапазоне 59-10%. Это как так? Разве не то же самое говорил Тимин? Разве не то же самое говорю я? Разве против этого тезиса ополчились авиационный специалист Владимир Потапов и сам Андрей Николаевич, посвятив этому большую часть своего выступления? И что же мы теперь будем делать с выдуманным Владимиром критерием Тимина? Получается, уже вроде как это и не критерий Тимина. То есть вы сами рекомендуете статью, в которой полностью подтверждает один из тезисов Тимина, против которого вы же и выступаете. У меня тут два варианта. Либо вы оба не читали рекомендуемую статью, либо вы считаете своих зрителей за людей, не способных перейти по данной вами ссылке и самостоятельно ознакомиться с статьей. Так нельзя, Владимир, но чуть-чуть уважать своего зрителя. Ну и напоследок, в четвертых, в свое время еще один историк с академическим образованием, Борис Соколов, путем экстраполяции потерь советских офицеров за один месяц войны на всю войну, насчитал почти 27 миллионов потерь советской армии в Великой Отечественной войне. Владимир, видимо, дабы не отставать от Соколова, по этой удивительной методике, решил вывести некий коэффициент между советской и немецкой системой учета побед. Сделать это Владимир решил на примере одной статьи, описывающей деятельность одной истребительной эскадрильи Люфтваффе. Ну чем не критерий Соколова или критерий Потапова, вернее сказать. Мы все-таки настоятельно рекомендуем Владимиру, хоть и он авиационный специалист, перед тем, как начинает что-то говорить, хотя бы в общих чертах знакомиться с темой. Мы понимаем, что вас научили управлять самолетом, но это не делает вас автоматически специалистом в вопросе учета немецких потерь. Вон, некто Владимир Моторин тоже самолетом управлять умеет, что ничуть не мешает ему нести какую-то совершенно несусветную чушь. Если бы вы нашли все силы ознакомиться с статьей Андрея Михайлова, как вам настоятельно рекомендовал уважаемый вами Андрей Николаевич, вы бы с удивлением обнаружили, что там вопрос о наплевательском отношении немецкого командования к подтверждению заявок своих летчиков затронут, так сказать, на статистическом уровне. Оказывается, из 32 тысяч заявленных в 41-43 годах побед на Восточном фронте к концу войны подтвердили только 25 тысяч. Некоторые заявки на рассмотрении лежали более года. Но если бы Владимир реально интересовал вопрос о завершении немцев побед на Восточном фронте, то он без труда смог бы вычислить этот самый пресловутый коэффициент. Ну, не с точностью до миллиметра, конечно, но порядок цифр получился бы легко. Нужные данные без труда находятся в интернете, практически все они ему известны. Главное, не лениться и потратить на свои изыскания чуть больше времени, чем потребуется на то, чтобы надергать из статьи Александра Морданова нужны ему факты. Немецкие истребители на Восточном фронте заявили немногим более 43 тысяч побед из общего числа в 68 с лишним тысяч заявок. Мы сейчас оставим за рамками вопрос, сколько из них зашло командование. Не суть. Возьмем только заявленные победы, чтобы уж по полной вмазать этим немецким врунишкам. Как известно, по Кривошееву наши боепотери составили порядка 45 тысяч самолетов. Кроме того, у нас есть табличка из любимого Владимира Сборника «Авиация Великой Отечественной войны в цифрах со распределением потерь советской авиации». Из нее следует, что в сбитых в воздушных боях около 32% самолетов, не вернувшихся еще порядка 40%. Понятно, что не вернувшись это в основном сбитые. Соотношение с ним сбитых с зенитным огнем и сбитых в воздушном бою у нас как 2 к 3. 22% против 32%. Применяя эти пропорции к данным Кривошеева, мы получаем, что в воздушных боях было сбито порядка 14 тысяч самолетов, которым следует прибавить еще около 11 тысяч из числа невернувшихся. На самом деле, скорее всего, больше. Наставим так, для чистоты эксперимента и учета погибших по непонятным причинам. Таким образом, в воздушных боях мы потеряли порядка 25 тысяч самолетов. Ну, спишем еще процентов 10-15 на сбитых стрелками бомбардировщиков и получим, что соотношение заявленных немцами к реально потерянным составляет 2 к 1. Можно сколько угодно скакать вокруг этих цифр, спорить, 43 или 45 тысяч заявили в немцы, но это соотношение принципиально не изменится. Попытки выставить немцев лыжевыми трусами, способные только выдумывать все победы, добивать подранков, это и есть самое настоящее оскорбление памяти наших летчиков, добывших победу в тяжелейшей борьбе с этими вот самыми внуками Мюнхгаузена. Ну а у меня на сегодня все. Ждем новых захватывающих историй от Владимира и я лично надеюсь, Андрей Николаевич тоже не забудет свое обещание разобраться с финской авиацией. Всего наилучшего. Пока готовился выпуск, Владимир не перестал нас удивлять. Из комментариев неожиданно выяснилось, что по его авторитетному мнению, во-первых, вот эти вот известные любому маломальски увлекающимся историей войны в воздухе цифры из работы восточно-германского историка Олафа Грёвеллера можно, оказывается, трактовать по-разному. А во-вторых, что американский профессор Мюри Уильямсон, кстати, бывший пилот ОВС, автор многочисленных работ, посвященных истории различных войн и былого применения авиации, является ревизионистом. К сожалению, ответить на вопрос, почему Владимир так считает, он не смог, положа руку на сердце, это и не удивительно. Но пообещал записать ролик на данную тему. Поскольку лично я уверен, что ни одной работы означенного профессора Владимира Итошина не читал, но его существование узнал из этого самого комментария, мы запаслись попкорном с нетерпением ждем не только ролик Андрея Николаевича «Афинская авиация», но и нового ролика Владимир с разоблачением ревизиониста Уильямсона.